Есть четыре судьбы у человека, четыре. Первая судьба у нас программная, это когда мы психозим без конца, нападаем, механически пытаемся повторить мамку, папку, еще кого-то. Это фатальность. Когда, если вы посмотрите опять-таки в периоде, вы точно увидите, что вот этот товарищ или вот эта девушка проживает или маму, или папу, или бабушку, или... Превращение идет буквальное. Это фатальность. Человек забирает чужую судьбу со всеми болячками, со всеми подружками, со всеми одежками, со всеми рассуждениями, со всеми убеждениями. Мы так хотим попасть в мамкину квартиру. И потом лечь, встать или сесть за этот стол и... Вот точно сказать, я победила. А до этого будем психотиться и механически туда-сюда бегать, переповторяя. Это всегда фатальность. У нас конфликт один на один не пройден. Значит, семья и родня не пройдены. Это уровень внутреннего кино. Уровень внутреннего кино. Что это такое? Представление. Я да то, да сё, да хочу, да вот это. А действительность она настолько суровая. Я говорю, подождите, а что есть-то? Ну как, вот, ну да, вот так. Вот чтобы выйти из этого, вы должны понимать, то, что вы хотите и то, что вы имеете, это пропасть между этими вещами. Если вы повторяете, переповторяете, вы идёте в фатальную судьбу. Значит, на каком-то этапе. Всё, что мы больше всего в жизни ненавидим, мы этим превращаемся. Обычно фатальность, судьбу повторяют те, которые в глубине души хотят, чтобы мама и папа любили, а внешняя вот эта привязанность и требования. Ещё раз услышите меня, мы же взрослые люди. Как можно требовать от мамы манго, если она кроме помидоров ничего не ела? Ну вот как? Но словосочетание такого не знает. Но вы фатально будете повторять, потому что уровень внутренней ненависти и несогласия заставляет вас прожить эту жизнь. Другого не дано. И вы её не дайте, Господи, любой человек будет проживать, потому что фокус внимания, вы ждёте от них одобрения. Но это как преступник и полицейский, как говорят, чтобы поймать преступника, нужно им стать. Вот чтобы вы поняли, что вы неправы, вы должны будете стать и прожить эту жизнь, и к концу жизни скажут, да что ж такое-то? Зачем же я дурак это сделал? Да, вот не надо чужую жизнь. Это всегда конфликт один на один, это всегда семья и родня.